Привет, друзья! Меня зовут Ксения Агеева. Я международный карьерный стратег и основатель платформы для профессионалов Кореолифт. И в данном видео я хочу поговорить с вами про стратегию профессионала и правила по ее составлению. Совершенно неважно, где вы развиваетесь, в офисе, в бизнесе или на фрилансе, у вас должно быть четкое понимание ваших профессиональных целей и задач. И, конечно же, это связано с нашим карьерным планом, с планом развития. Про то, как строить карьерный план и зачем он нам нужен, я говорила в одних из предыдущих видео. В данном же видео я буду говорить про стратегию. То есть, если у нас есть наш карьерный план, он непосредственно связан с нашей долгосрочной стратегией, стратегией профессионала, я это называю, то есть нашего профессионального развития. На что же мы должны делать упор, когда мы вообще говорим про нашу стратегию? В первую очередь, то, что наша стратегия профессионала всегда будет связана с нашей жизненной стратегией. Все у нас есть определенные жизненные цели, соответственно, у нас есть профессиональные цели. Как мы будем это подвязывать в одну единую структуру? Итак, первый из пяти пунктов — это то, что ваши цели должны быть максимально реальными Это не значит, что они должны быть заниженными, это значит, что должны быть реальными Вы понимаете, что вы можете к ним прийти То есть у вас есть цель, и, может быть, в первый день вы не знаете, как к ней прийти Но вы начинаете работать над тем, чтобы понять, какие шаги вы должны предпринимать Для того, чтобы все-таки достичь своей цели Именно вы ее ставите в основу своей основной стратегии Второй пункт — это то, что вы должны верить Верите, верите в свои силы Я всегда говорю так Если эта идея пришла к вам в голову Значит вы уже способны на ее реализацию Вопрос только в том, как придумать план И конкретные шаги по достижению данной цели Поэтому вера в себя, она должна быть первостепенна Третий момент Не теряйте время на работу с неперспективным руководством То есть если вы понимаете, что внутри вашей компании Совершенно не ценится развитие сотрудников Либо только ваш непосредственный руководитель Совершенно не готов к тому, чтобы его подчиненные развивались Задумайтесь, хотите ли вы остаться в этой компании Естественно, есть шанс того, что ваш руководитель уйдет Либо его сменят и придет какой-то новый Неизвестно когда Либо, соответственно, вы берете инициативу в свои руки И думаете о том, хотите ли вы остаться внутри этой компании Или вы готовы к росту и к развитию Соответственно, вы берете, меняете эту компанию И ищите непосредственно, как я говорила неоднократно в своих видео Не просто компанию, а команду, в которой вы можете развиваться А внутри команды это всегда ваш руководитель Который, по сути, является проводником вашим Для вашего профессионального развития Следующим пунктом это то, что вам необходимо расширять Постоянно свои знания и навыки Мы находимся в таком времени сейчас Когда для того, чтобы идти вперед Или даже не оставаться на месте Вы не можете стоять и ничего не делать Просто если вы стоите на месте, вы уже стогнеетесь То есть вы уже откатываются назад И кто-то все время впереди вас Поэтому для того, чтобы быть сильным игроком на рынке Для того, чтобы всегда, опять же, идти к реализации своей профессиональной стратегии Вам придется все время обучаться Это совершенно нормально сейчас Это не обязательно, что вам нужно идти получать какой-то MBA Или какую-то серьезную вузовскую программу Вы можете учиться на онлайн-курсах На дистанционном обучении Вы можете проходить какие-то краткосрочные тренинги То есть чаще-таки делать упор на конкретное получение узких знаний За счет этого будьте постоянно, по сути своей, развиваться, развиваться, развиваться И я как-то читала одну очень интересную книгу, где задавали вопрос руководителя Не боитесь ли вы, что ваши подчиненные вас догонят, по сути своей, что они вас подсидят Наш руководитель ответил, что нет, я не боюсь Потому что я тоже постоянно всему учусь Поэтому им еще до меня далеко Если вы находитесь в позиции того, что я постоянно развиваюсь То, соответственно, вы не боитесь, что ваши подчиненные вас переплюнут То есть вы, по сути своей, с ними находитесь внутри одной команды Вы развиваетесь, а не развиваются Вы, команды, для того, чтобы расти еще сильнее И, соответственно, идти вперед И последним пунктом Помните, что в наше время и вообще все в нашей жизни очень переменчиво И навыки, и знания, и опыт И поэтому отсюда навык адаптации Во-первых, понимание того, что меняется Второе, это адаптация, да, это такая гибкость Это очень важное качество сейчас И ваша стратегия, она тоже не такая, знаете, как вы ее нарисовали Все, теперь она неизменно Вы понимаете, что что-то меняется Соответственно, если что-то изменилось Вы подходите к этому достаточно гибко И говорите, отлично, я понимаю, что мне тоже нужно что-то изменить Применяя эти пять навыков Вы разберетесь в том, как строить свою стратегию Вы поймете, где у вас как раз ваши долгосрочные цели Если вдруг вы поймете, что вам необходимо в этом разобраться глубже Приходите на мои бесплатные мероприятия Которые называются «Стратегия профессионала, как построить карьеру в офисе, в бизнесе, на фрилансе» Ссылочка внизу, прямо под этим видео Регистрируйтесь, и я буду рада ответить на ваши дополнительные вопросы Где в течение достаточно долгого времени мы как раз разбираем тему стратегии профессионала Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал И до встречи в следующих видео Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok